Добрый вечер всем. Мы сегодня поговорим о обычаях Пурима, предпуримья. Начнем с самой ранней так называемого обычая. Я серьезно говорю об обычае, правда он произведен в каком-то смысле в закон, но это не закон. То, что называется давать сдаку в память о махацита шекеля, память о полшекеля. И это как бы такой вот обычай у народа Израиля сложился. Дело в том, что во время храма, когда был храм, когда был мешкан, то был заповедь давать половину шекеля на храм. Там мужчины все давали заповедь, которая приснялась на мужчин. Они должны были сдать полшекеля на храм. Дело в том, что заповедь обычно шла к первому миссану, обычно в Адаре, собирали полшекеля для того, чтобы начать новый круг жертвоприношений с нового приношения полшекеля. Дело в том, что в наше время есть обычаи. Обычаи, которые дают сдаку. Снова, это закон сдаки, это не половина шекеля. Мне задавали несколько раз вопрос, когда можно давать половину шекеля. Нужно четко говорить, мы не даем половину шекеля. И не дай бог это определить день как хамахацита половину шекеля. Это проблемы будут большие. Это обычаи дзаки, память о того половине шекеля. И его дают, начиная с новомесячья Адара. Потому что в Адаре давали это для общественных жертвоприношений эти деньги. Самое лучшее вообще время для давания вот этой вот суммы – это в минху в пост Эстер. Почему в минху в пост Эстер? Так, кстати, пишет Мишнабура. Почему? Потому что, чтобы этот сдака присоединился к посту, как часть искупления за грехи. Ну что, после чего делается? Для того, чтобы искупить грехи и так далее. Но дают, начиная с месяца Адара, понятно, что когда есть два Адара, то во втором Адаре. В основном месяце второго Адара. И до, в принципе, нужно успеть дать до того, когда начнут читать Мигелу. То есть, в принципе, до наступления вечера Пурима нужно дать. Самое лучшее время, как я сказал, минха в пост Эстер. В этом году это среда. Выпадает. Можно уже, в принципе, сначала дать. Теперь, сколько дают? Сколько денег дают? Дело в том, что один из обычаев, которые приводят Рома, это давать половину той монеты, которая принята в том государстве, где евреи живут. Есть обычаи, которые приводят Рома, что, так было, кстати, в Европе, что дают три монеты, которые являются половиной ценности той монеты, то есть того номинального монеты, которая существует в той самой стране. Поэтому в Израиле, обратите внимание, в Израиле нет 50 огородов. 50 огородов – это как бы есть шекель, и 50 огородов – это половина шекеля. А именно есть хатси-шекель, именно половина шекеля. И так это написано. Это именно для того, чтобы вот такие вот три монеты, по идее, половина шекеля. Да, дается это, по мнению шекеля. Теперь, есть другой обычай, который говорит, что мы даем… Кстати, откуда мы берем вот эти вот три монеты? Это напротив трех повторений в главе шкалин, где написано, то есть сразу трума сказано. То есть, сразу повторяя слово трума в главе шкалин, кстати, глава кетиса, и оттуда мы учим, что как бы три монеты. Теперь. Правда, есть другой обычай, который говорит, что нужно давать стоимость этого половины шекеля, который был настоящий. Дело в том, что когда мы говорим о половине шекеля настоящей, речь идет о мере серебра, который приблизительно около 10 наших грамм. То есть, примерно 10 грамм серебра. 10 грамм серебра сегодня, например, чистого серебра, то есть 925 пробы, то есть это то серебро. Сегодня серебро почти ничего не стоит. По этой причине 10 грамм серебра приблизительно вместе с НДС, в Израилевском случае, за границей, выходит около 28 шекелей. То есть, это и есть половина шекелей. Кстати, это обычаи у сефарда. Обычно сефарды обычно дают по стоимости в серебряном эквалилиенте, сколько серебро это стоит. И в нашем варианте, получается, в этом году, то 28 шекелей приблизительно. У Ашкиназов проще, 3 монеты по пол шекеля и так далее. Понятно, что всегда можно дать больше. То есть, это тздока, это обычаи милости. То есть, милосердие от тздоки. И, в принципе, этого достаточно, то есть, необязательно. То есть, можно делать то, что по минимуму я сказал, а можно дать и больше. Можно 200, 300, 400, 500 шекелей дать и так далее. Всегда хорошо и правильно. Теперь. На кого распространяется эта обычаи? Есть мнение, которое говорит, что этот обычай относится только к мужчинам. Как заповедь половины шекеля относилась только к мужчинам. Старше 20 лет. Только мужчины старше 20 лет делают половину шекеля. То есть, делают, дают вот этот знаку в память о половине шекеля. Почему? Потому что изначально заповедь половины шекеля, как мы сказали, относилась именно к мужчинам старше 20 лет, и больше никому. Так написал Рома. То есть, что это обычай. То сфот Йонтов приводит, что есть другая обычай. То есть, что все мужчины старше бармитсвы, то есть, 113 лет, так и да, делают этот обычай. А Алия Раба, например, Мишнабура приводит, что лучше всего давать это и за маленьких пацанов тоже. То есть, да, в принципе, есть такое тоже обычай. А еще приводит Кафахайм обычай, кстати, сефарский, что дают и за женщин, и женщины дают, и дают даже за тех, кто находится в утробе матери. То есть, они еще даже не родились. И каждый идет своим обычаем. Обычно больше, самая распространенная обычай ошкеназов, это или только мужчины старше 20 лет дают, или, то есть, все мужского пола. То есть, от рожденных и до конца. Вот. Женщины не дают. То есть, это как бы не женский обычай. У сефардов больше принято, что женщины дают. Теперь, можно, как я сказал, можно давать денег больше, чем обычай. То есть, дать задаков всегда хорошо. Теперь, есть очень интересный момент. Нужно знать, нельзя давать память о половине шекеля из денег маосеров. То есть, маосеров. Нельзя. Причем, вообще есть правило, нельзя выполнять заповеди, как подарки бедным, которые человек обязан, как половина шекеля и так далее. и всякие, то есть, обеты свои, которые используют деньги маосеров. Это правило. Меня спрашивают миллион раз. А можно я сделаю вот одно из маосеров? Нет, нельзя. Маосер считается мамон аним. То есть, да, маосер, который ты отделил, это имущество бедных. Он не твое имущество. Обязанность выполнять заповедь твоим имуществом. Он должен обязанность своей заповеди доделать через свое имущество, не чужое. Поэтому, то есть, нужно исполнять заповеди. Теперь то же самое с махацита шекеля. Но есть вопрос, говорится, когда человек шел по устрожающему обычаю, то есть, он давал махацита шекель, то есть, вот этот вот закуп памяти половины шекеля за всех, и вся, и все в своей семье, и он объеднел, то есть, у него есть проблемы экономические, то он может вернуться на базовые обычаи, базовую галаху, что нужно давать именно половину той монеты, которая ходит в том государстве, с половины шекеля в Израиле, и все. То есть, это он должен дать из своих денег, а все остальное, то, что он делал обычаи, то есть, давать больше, он может сделать, использовать из массы. Но это в том случае только, если у человека, то есть, действительно, проблемы большие с деньгами. мы поступили. Но изначально мы не исполняем заповеди из массы. Вот, причем мы говорим, то есть, если у них денег нет, то есть, он дает деньги только за мужчин старше 20 лет. И вот это вот по минимуму, не более того. Окей. Это то, что принято с массы. Кстати, некоторые говорят, что самое лучшее из-за того, что вообще эти деньги должны были идти на жертвоприношение, эти деньги должны были идти на храм и так далее, то лучше всего давать это на то, что у Всевышнего есть сегодня вместо храма. А то, что сегодня у Всевышнего вместо храма называется То есть, нет у Всевышнего в этом мире, но четыре локтя, то есть, аллахи. По этой причине принято давать Махацита Шекель. Есть некоторые аллогические авторитеты, которые приводят. Не на всякую дзакутность, на разным бедным и так далее, а именно использовать, конечно, тоже можно использовать именно на, скажем так, жертвоприношение, на Ишивы, на Колили, на изучающих Тору и так далее, и так далее, потому что это то, что сегодня вместо храма держат мир и там обитает Всевышний, то есть, в наше время, то есть, в синагоге и так далее. То это с точки зрения обычая половиношителя. Есть у нас еще пост Эстер. Пост Эстер – это один из самых легких постов. Он память именно о том посте, которого постилась Эстер, но он, скажем так, Эстер постился, кстати, в Песах, чтобы вы знали. События, когда Эстер, то есть, идет три дня проститься, это Леля Седер и так далее. То есть, это мамаш хора моет, проститься в сам Песах. Но мы делаем это перед, это не пост о каких-то трагических вещах, которые произошли, это пост именно память. Я не хочу им заниматься сильно, потому что законы поста у него легкие. Я советую, у меня есть где-то урок, по-моему, по легким постам. Я не помню. Стоит знать, что он очень легкий, поэтому кто-то нехорошо чувствует, может не соблюдать этот пост, и его даже не надо восполнять, потому что он не связан с, он не часть постов о разрушении, где нужно, да, восполнять, если ты нехорошо себя чувствуешь. Беременные, кормящие и так далее, роженицы освобождены от этого поста, и все, кто себя нехорошо чувствует. Все остальные должны поститься. Это то, что называется постом Эстер, причем, кстати, нужно знать, что пост Эстер продолжается до чтения Мигелы. Поэтому, кто собирается пить вечером, поешьте, прежде чем вы собираете пить. А нужно ли пить вечером, мы сейчас разберемся. И вообще, нужно ли пить, это уже законы Пурима. Итак, переходим к законам Пурима. Что у нас в Пуриме есть? У нас в Пуриме есть четыре буквы Мем. Мигела, чтение Мигелы. Миште, Миште это пир, трапеза, Мишло, Ахмонот, то есть подарки друг другу, и Матонот, Левенюм, подарки бед. Это четыре заповеди Пурима. Мигела. Самое важное в Мигеле слушать, то есть она является, Мигела, то есть чтение свиток Эстер является ничем иным, как распространением чуда. Поэтому мы должны слушать его внимательно. Очень важно слушать свиток в месте, где читают его из настоящего свитка. То есть, да, правда, то есть, по факту, когда нет другого выхода, можно Эстанаха прочитать и тоже исполнить заповедь. Только благословения не говорят. Кстати, свиток можно читать на любом языке. Главное, чтобы понятно было. А на иврит, если читают, то исполняется заповедь, даже если ты ни слова не понимаешь. То есть, еврит – это не язык, что можно исполнить заповедь, даже не понимая написанного. Окей? Но я думаю, что все знают, как весь рассказ от Эстер и так далее. Кстати, у нас в Патахтикве будет чтение свитка Эстер в зале Шарет и так далее. Я там достал презентацию, тут вот Мацегин, которая показывает сам текст на иврите с переводом на русский. Очень прикольно. Так что все, кто в Патахтикве или даже не в Патахтикве, но может приехать в Патахтикву, добро пожаловать. В 7.30 мы начнем читать в Пурим. В среду в эту, в зале Шарет, Хайм, Озер, 25. Окей. Теперь. Это сочинение свитка утром и вечером. То есть, вечером и утром обязывают мужчин, женщин, всех. Кстати, детей не обязывают. Тем более, очень маленькие. То есть, не стоит, чтобы они мешали чтению свитка. Причем, кстати, вот это вот бить Амана, это вообще очень поздний обычай. Он связан вообще с уничтожением Амана, и многие аллергические терапевты были дико против этого обычая, по причине того, что он мешает исполнению западника, потому что можно сбиться и прослушать слова, а прослушивать, то есть пропустить слова из Мигилы нельзя. По этой причине нужно Амана бить, но, скажем так, умеренно. Есть эти обычаи, которые делают, бьют только первого Амана и последнего, и больше Амана не бьют вообще. Окей? То есть, не каждые пять секунд. Иногда это даже не подходит. Весь смысл, это выразить, скажем так, свое пренебрежение к Аману, то есть упоминание его, иногда имя Амана то есть упоминается вообще не в той связи, которая должна вызывать вот этот свист и крик, и получается еще бред какой-то. Короче, нужно с умом и с расстановкой самое главное в Мигиле слышать каждое слово, иначе если пропустить кусок, придется все с самого начала. Поэтому внимательно слушаем, внимательно следим и исполняем заповедь Мигилы. Теперь переходим и вечером, и утром, причем для женщин тоже. Кстати, женщина может читать Мигилу. Есть женщина, имеет право читать Мигилу, нет запрета, чтобы женщина, она обязана тоже, поэтому она даже мужчин может вынести, правда там есть спор небольшой, как она выставляет, то есть причем обязанность женщин, обязанность мужчин, мы в это заходить не будем, но в принципе женщина, допустим, женщина тоже может читать Мигилу, и все это нормально. Окей, давайте перейдем на Миштет. Миштет, это у нас пир на весь мир. Что у нас составляет пир? Это по идее трапеза и питье. Начнем с трапезы, потом с питьем разберемся. У нас Гмара в трактате Мигила говорит следующее. Сказал раба, саудат Пурим, который ел ночью, не исполнил заповедь. Почему? Сказано, я мэй миште висимхах тиф. То есть написано, то есть дни пира и радости. То есть должны быть дни, но не ночью. То есть Гмара нам говорит, в трактате Мигила, что раба говорит, что человек, который делает пир ночью, то есть в ночь Пурима, он ничего не исполнил, он никакой заповедь не сделал. Поэтому, кстати, выпивка тоже запировали. Поэтому тот, кто напивается вечером, вообще никакой трапезы не исполняет. Он в нулевую работает. А сибольный, особенно плохо, если он выпил вечером, а утром он уже не может. То он пил, это называется простая пьянка, и никакой связи с заповедем вообще не существует. Кстати, стоит знать, вечером напиться это простая пьянка, это не заповедь. И в принципе это выходит. Здесь Гмара рассказывает, что раб Аши пришел, то есть пришел к раб Кагана и увидел, то есть Бетмедраш увидел, что как бы народ не пришел на учебу в Пурим. И он задал вопрос, а что за такая интересная ситуация, где все, почему не учимся? Он ему говорит, а трапезу Пуримную делают, то есть пир, а что они вчера вечером не могли сделать, почему утром не пришли в Бетмедраш? Он ответил, а разве ты не слышал, что сказал Рава, что трапеза Пурим, которую съел ночью, то есть делал пиру ночью, не исполнил заповедь. Вот. И как бы это закон, то есть да, Пуримный пир должен быть днем, не вечером. Теперь. Правда, Мордохей приводит от имени Равья. И он говорит, очень интересную вещь. Он говорит, что есть, то есть сказано про Пурим, ямим эллу нескарим выносим, то есть эти дни помнят и делают. И это похоже на что? На шаббат. А в шаббат у нас есть, как у нас шаббат, шамор вы заход, то есть нужно помнить день субботний и делать день субботний, то есть соблюдать. Таким образом есть связь. И как в шаббат есть вечером трапеза, так же есть и утром. То же самое и в Пурим. То есть в принципе Равья говорит одно. Он говорит, сама заповедь пира, по мнению Равья, который приводит Мордохей, она действительно днем, а вечером нужно делать небольшое веселье, то есть да, симхакца. Так и пишет Аллаху Рама. Митсва ли арбот бессауда бефури у бессауда хат ю цим. То есть есть заповедь, то есть делать трапезы в Пурим, но исполняя заповеди в одном пиру, и пишет Рамата. Он приводит ответ Магаре Брина, то есть да, что в принципе и вечером Вечером нужно немного радоваться. В принципе, вечером нужно сделать трапезу, немного радоваться. Не пир, пир – это днем, но немного радоваться и нужно вечером. То есть можно выпить 100 грамм вечером, и нужно сделать какую-то трапезу вечером. Теперь, и на алухой приводит, как мы сказали, шуканрук приводится только в рамок. То есть вечер это нам мало интересует, днем исполнение заповеди – это днем. С другой стороны, Роман написал, что вечером. Теперь, есть еще один очень интересный момент. Есть большой спор между алкогическим авторитетом, исполняется ли заповедь пира, если ее сделали до полудня, до обеда. Есть мнение, что говорят, что если ты сделал трапезу до полудня в Пурим, то никакой заповеди ты не исполнил. По этой причине нужно стараться, кстати, когда Пурим выпадает на пятницу, допустим, как в этот раз в Иерусалиме, и те, кто празднует 15-е, то есть Шушан Пурим, у них проблема. Они не могут есть слишком после обеда, у них шаббат висит сверху, и нужно еще для шаббата оставить. У нас эти проблемы бывают, как было в прошлом году, когда был тройной Пурим, это сумасшедший Пурим. В этом году у всех проблем нет. Там есть место, то есть можно начать раньше и так далее, полагая с алкогическими мнениями, что и можно раньше полудня начать пир. В любом случае, в нормальный Пурим, как и у нас в этом году выходят во всех местах, в которых не празднуют Шушан Пурим, мы делаем трапезу. Лучше всего это после полудня, причем очень важно, очень желательно помолиться Минху до начала трапезы. Почему? Потому что народ выпивает, закусывает и так далее. Иногда он находится не в нормальном состоянии для того, чтобы потом отмолиться Минху. Поэтому нужно, как говорится, отмолиться Минху и потом уже переходить в трапезу. Окей, теперь вопрос следующий. А нужно ли на эту трапезу хлеб кушать или не надо? У нас есть вообще определение Сауда. Мы читаем у Лота, так приводит Арух и Шурхан, про Лота сказано, в его эльбейто в ясла гэммиштэ. То есть когда ангелы пришли в дом Лота, сказано, что он их ввел в дом в ясла гэммиштэ. Сделаем пир. Что он сделал им пир? У мацот афав юхэл. Испек мацот, и они их ели. То есть получается, миштэ, то есть пир, который он сделал ангелам, он сделал им хлеб. Хлеба, мацот. Почему он сделал мацот, потому что до Песах был. Ну это отдельная тема. Но явно из этого учит, допустим, что действительно, Арух и Шурхан из этого учит, что трапеза, пир без хлеба, это не пир. Нужен хлеб. Также Тосвот приводит, из Тосвот в трактате Брахот выходит. Там он говорит по поводу мучных изделий, которые, то есть патабаба киснин, которые, они изначально не хлеб, допустим, хлеб сделан на молочных, допустим, на молоке, или на молоке хлеб, проблема другая, кашрутная. Сделан, допустим, на сок вместо воды, использовали и так далее. И это называется патабаба киснин, или, допустим, туда вмешали какие-то еще гергеты, сделан определенный способ. То есть нужно посмотреть на это бемезунот. Но если устанавливаешь на эту трапезу, нужно говорить о моции и, естественно, говорить беркатамозу. Так вот, когда это объясняет Тосвот, он говорит, когда установил трапезу на этот мучные изделия, как в Пурим, то тогда нужно меварех о моции, тогда посмотреть о моции и так далее. То есть Тосвот приводит, как пример трапезы, когда говорят гамоции, Пурим. Таким образом, выходит, что нужно делать трапезу. Рамбам пишет следующими словами. Из этого выходит, что как обязанность трапезы в Пурим, чтобы ел мясо и сделает хорошую трапезу, то есть как обычно принята трапеза, а трапеза у нас обычно как? Принята с хлебом. Поэтому учат многие из Рамбов, что должно быть с хлебом. Но Маген Аврагам приводит следующее. Не всего подобного. Маген Аврагам доказывает из законов беркатамозу. В законах беркатамозу он говорит, что мы учим от имени Тосвот, то есть человек, который забыл сказать беркатамозу в Пурим, то есть забыл ставить ставку на Пурим в беркатамозу. Что происходит? Нужно ли ему возвращаться? Дело в том, что есть закон, который говорит, что если человек забыл упомянуть время, беркатамозу не нужно читать беркатамозу с самого начала. Допустим, человек, который в Шаббат забыл ставить ставку на Шаббат, он должен возвращаться и говорить снова беркатамозу с самого начала. Или человек, который забыл на праздник и так далее. Теперь по поводу Пурима. Забыл ставить ставку на Пурим. Не упомянул время. Он говорит, что выходит из Тоса и так далее. И вообще не дойти до берката Амазона. Таким образом, если он мог сделать так, чтобы у него берката Амазона не было, он не должен возвращаться. Тоже самое Брош-Ходэш. Человек, который забыл ставку Брош-Ходэш, он не возвращается говорить Брош-Ходэш. Почему? Потому что в Брош-Ходэш нет обязанности делать трапезу с хлебом. И так нет обязанности делать трапезу с хлебом, кто? И Брош-Ходэш могло бы не быть, поэтому не возвращаемся. В отличие от Шабата и Праздника. То есть из Магена Авраама выходит, что в Пуре нет обязанности есть хлеб, потому что есть другие вещи. На Галаху. А Роха Шульхан пишет, что надо есть с хлебом. Рав Вознав Шеветалеви приводит Магена Авраама и в конце концов приводит другие мнения, пишет, стоит есть хлеб. Рав Вознав Шеветалеви пишет, что по закону не нужен хлеб в Пуре, но стоит очень изначально, скажем так, идти за мнением большинства и таки хлеб кушать. Окей, у кого есть проблемы, может не кушать. То есть выходит из этого, в принципе, у нас есть спор международным авторитетом, то есть подытожим. Из этого спором выходит следующее, что по большей части мнения англических авторитетов хлеб таки да, нужен. То есть да, нужен хлеб на куринной трапезе, но есть на кого положиться, чтобы хлеб не есть на этой трапезе. Теперь по поводу мяса. Нужно ли есть мясо? Есть очень интересный момент по поводу мяса. Орхот Хаим в законах Курма пишет очень интересную вещь. По поводу человека, который онан. Что такое онан? Это человек, который умер кто-то. И он находится сейчас в состоянии между смертью близкого, на которой у него обязанность быть в трауре на него, и между его погребением. Этот период называется анинут. В этот период есть несколько законов, и один из законов – запрет есть мясо и пить вино. Так вот, он пишет человеку, если это выпадает в куринку. И он говорит, что человек в этом случае, который находится в состоянии анинута, можно ему есть мясо и пить вино. Он говорит, что не было такого, что повелительная заповедь, то есть быть в трауре, которая возложена на одиночку, оттолкнет положительную заповедь всей общины народа Израиля. То есть обязанность из сторы, кстати. Обязанность из сторы – это очень громко сказано. Пурим вообще не из сторы. Но он пишет, но это тоже отдельная тема, разбирать не буду. Оставим в покое. Тут есть о чем поговорить. Но он говорит, что это трапеза, которая обязана весь народ, заповедь, которая обязана весь народ Израиля. Есть трапезу, отталкивает его личную заповедь быть в трауре. Из этого выходит, что это обязанность из радости, обязывает его, то есть дает ему право, несмотря на то, что он находит в состоянии такого, есть мясо и пить вино. Из этого выходит, что есть мясо и пить вино. В Пурим – это заповедь. То есть в трапезе должно быть мясо. Так это выходит. Так, кстати, пишет Шуханру. Если мы еще умер, что у нас мутарвы, басарвы, ягоды, из законов, то есть Пурим он приводит, что человек, который находится, ему разрешено пить мясо и пить вино, и приводит это же объяснение. То есть в принципе, что так же выходит, что есть обязанность. И снова приходит наш магин Аврам и говорит, ребята, стойте. Обязанность радости, есть обязанность радости. То, что нет радости, но мясе и в вине, все замечательно, это во времена храма. То есть обязанность радости есть, если заповедь радоваться в пурим. Но то, что выражение радости это мясом и вином, это только во времена храма. Когда храма нет, нет никакой обязанности с мясом и вином. В принципе, нет никакой обязанности есть мясо на этой трапезе. Можно есть и что-то другое? Кстати, если мы откроем Мишна Абрура, Мишна Абрура идет, соглашается с Маген Аврамом, что действительно обязанность бассар-баяин, то есть мясо и вина, как определение радости, это времена храма. То есть это связано с вахим, то есть курбан, то есть шламим, то есть мирные жертвы, которые проносились, которые человек ел, это радость. Или курбан хагига, то есть праздничная жертва так называемая, и возлияние вина, но как бы это не связано с нашим временем. Поэтому, кстати, в празднике стоит знать, Сефарда, Шпана Руф установил по-простому, что нет радости, но в мясе и вине, поэтому Сефарда обязанность... Мясо – это не птица. Мясо – это мясо. Птица мясом не является по определению в этом случае. Когда мы говорим мясо, мы не имеем в виду курицу, индюшатину и так далее. Мы имеем в виду мясо животного. Это называется мясом в Галахе. Таким образом, Сефарда действительно, Шпана Руф говорит, что в праздник есть обязанность радости. Это обязанность у всех, не Шпана Руф говорит, это обязанность, праздник. И радость должна быть выражаться мясом и вином. Ашкеназы говорят, что это во время храма. Таким образом, ашкеназы спокойно в празднике едят и курочку. Они обязательно едят мясо каждый день. Сефарда, то есть Махпедим, каждый божий день должно быть мясо и вино. Ашкеназы с этим более ладжи. В любом случае, Мишнабура выходит. Кстати, Аруха Шурхан отвечает на вопрос Амаген Авраама, который он приведет, и говорит, что действительно в наше время надо делать на мясо. Трапезу в курим. Вечером, то есть то, что Роман написал, нужно немного радоваться. Действительно не обязан делать на мясо. А днем надо на мясо. Деврей Ациев написал тоже, что стоит мясо использовать в курим и так далее. Короче, выходит так. У сефардов нет никаких шансов. У них мясо обязательно, и никуда ты не денешься от этого мяса. Это правильно. У Ашкеназов есть место лавирования. У Ашкеназов можно облегчить, у кого проблема с мясом и так далее, можно на другие вещи поменять. Но изначально все-таки, нет обязанности есть мясо, но все-таки, если базируется на Аруха Шурхан и так далее, все-таки стоит в этот день делать мясную трапезу, причем на мясо настоящее, не на птицу. Кстати, у многих община, точнее у немецких евреев, а потом это распространилось на другие, есть обычаи есть в курим пельменев. Или так их называют еще на идыше крепалах. Почему? Потому что мясо, кстати, мясо, это там берется говядина, мясо спрятано в тесто, чтобы чудо было скрытое. Кстати, чтобы вы знали, пельмени, которые русскими называются, они не русские по определению, потому что вообще немецкая еда изначально, которая пришла в Россию. И поэтому не знают называться крепалах, поэтому обычай это изначально был у немецких евреев. Но сегодня, я знаю, что хабанники, по-моему, то же самое делают и так далее, если я не ошибаюсь. Так что есть такой вот обычай про пельмени. Теперь перейдем к самому важному для некоторых людей, самому радостному, которое люди любят, это выпить в курим. Поговорим немножко о выпивке в курим. Во-первых, давайте разберемся, откуда мы знаем, что вообще есть обязанность такая. Если мы откроем рамбом в законах ДО, то вообще в некоторых местах мы увидим, что иудаизм весьма негативно относится к алкоголю. То есть алкоголь нужно делать, то есть это часть служения, кедуш, жертвенник и так далее, но, скажем так, распивание алкогольных напитков в неограниченных размерах или, скажем так, больше, чем надо для поддержания алкоголического обязанности, иудаизм к этому относится весьма-весьма негативно. Рамбом вообще тяжелые вещи пишут, и не только рамбом. Таким образом, откуда у нас вообще такое появилось в поле? И у нас, тут нужно разбираться, в принципе, на стратате Мигела Агмара говорит, И обязан человек, левисумы, кстати, левисумы, это лейтбасэм. Лейтбасэм, это имеется в виду быть выпившим, а не нажраться до свинячьего визба. Вот, это в Гмарине написано. Вот, должен быть выпившим, то есть обязан сделать этот пурим, пока он не будет знать, разделить между правоклят Аман и благословенный Мордыхай. После этого Агмара нам рассказывает очень интересный рассказ про рабу и рабизаин. И она нам рассказывает, что они вместе сделали пуримную трапезу, выпили, и тут встал раба и убил рабизаин. На утро, на следующий день, пришли милосердия Всевышнего, и рабизаин ожил. На следующий год пришел раба к рабизаин, и предложил ему снова, давай, сделай пуримную трапезу. На что сказал ему рабизаин, То есть не каждый час происходит чудо. То есть пурим не каждый день, короче, я с тобой больше не пью. Вот, и вот этот вот рассказ очень интересный. Агмара приводит рассказ, и при чем здесь он, почему этот рассказ приводит? Есть некоторые объяснения, которые говорят, что не то, что он его убил, а он его допоил до видения чертиков. И просто потом приходил к себе, был убит, то есть выпив. В любом случае, о чем речь, нужно ли напиваться? По идее, если мы откроем слова Тоско, то да, нужно выпить, быть пьяненьким. Приводят слова Иерусалимского Тормуда, как же возле Измаири выходит, что это так. С другой стороны, немало туристологических корритетов сказали, что вот этот вот обязан человек напиться в пурим, это вообще не заповедь. Нет такой заповеди. Более того, наоборот, есть запрет. Я сприведу. Рад от имени Рабейна Ифраин пишет следующие вещи, смотрите. Как сказано в Гмаре, то есть обязан сказать, благословен Мордехай, проклят Аман, благословен Астер, проклят Азельш. В Хервона Захур Литов. То есть, да, Хервона, помните, кто-то по Хервонов, это тот Евнух, который напомнил царю про дерево, на котором повесили потом Аман. То есть, напомнил ему про дерево, что вон Аман сделал дерево, который, когда Мордехай хорошая, говорит на царя. То есть, я обязан напиться, пока они будут различать, что имеется в виду. Готов Рабейну Ифраин, написал Рабейну Ифраин. Мегагу Увда, декам Раба, вишахте от Раби Зея, кидай ли гмара, бигмара, итхи леймем, ради Раба, вла шафир даме, лимаби дафи. Из того рассказа, что Раба встал и убил Раби Зея, гмара пытая кидает обе гмара, то есть, как написано по гмаре. То есть, итхи, то есть, да, нитха, то отвергнуто это изречение Рабы, что нужно напиняться и плохо так делать. То есть, что говорит Рабейну Ифраин, который приводит Рабейну Ифраин? Это называется Мааселис Стоун, то есть, рассказ, который аннулирует галаху. И это доказывает того, что нет такой галахи. То есть, это неправильно. И тот, кто напивается в курим, ничего хорошего не делает. Нет такой галахи. Это плохо. Так говорит Рабейну Ифраин, Рухот Хаин пишет еще более страшные вещи. Он говорит, хаеви инишли псумей должен человек выпить велоший штакел. Но нельзя напиваться, пишет Рухот Хаин, кишихрут и сургамуру, ибо быть пьяным в состоянии – это абсолютный запрет. Ве-эльха абирак дулами золота. У тебя нет большего греха, чем это, то есть, напиться. Шигу горем ли гилуя райот фишвихут дамим, векама абирот золота. Ибо это приводит к прелюбодеянию, кровопролитию и еще некоторым запретам, нарушению некоторых запретов, кроме них. Ах, шиштею термили мудо меат. Просто выпить чуть больше, чем обычно он привык, чуть-чуть. То есть, в принципе, выпить чуть-чуть, не более того. А об этом идет речь. Так пишет Рухот Хаин. Если мы откроем Рамбома, на Рамбома он ответит на вопрос, который у нас. Ну, подождите. То есть, ладно. То есть, Раббену Фраам говорит, мы отталкиваем. Допустим, Мурхот Хаин не отталкивает обязательно. То есть, он не говорит, что обязательства, то есть, хавили авинш липсумы, то есть, обязан человек выпить в пуль. Он не говорит, что нет такого закона. Он говорит, что нельзя напиваться. Но выпить-то надо. а как же как же пока не будет различать между проклятым англосвеном ордыхай это как на это есть ответ из рамбама допустим один завета рамбам на законах мигела он приводит среднее такое вот мнение как это обязанство трапезы этого пира чтобы он ел мясо и сделать трапезу насколько его рука может трапир должен быть такой насыщенный знаете в советском союзе люди к новому году готовили там всякие салаты и так далее берегли сокровенные деликатеса вот такой пуринский пир насколько ты можешь и пьет вино пока не заснет то есть из рамбама выходит ты не обязан дойти до свинячих то есть свизга потому что человек честно говоря очень долго не перепутать то есть для того чтобы действительно начать уже путать то есть уже может почти дойти до алкогольного отравления кстати многие до этого доходят превращается в праздник мерзости и извините меня за выражение блевоте вот ничего веселого в этом нет имеется ввиду что человек идет спать и дело в том что когда человек спит он не разделяет он не может между басовен мордыхай и проклят аман когда я сплю ничего не разделяю по простому переписывать написано в море просто теми же словами рама добавляет и говорят что не нужно так напиваться а выпить немного больше чем обычно привык и пойдет спать из того что он спит он не может не можно не различает между басовен мордыхай и проклят аман и один чуть больше один чуть меньше то есть вот это потому что люди по разным организмам то есть главное чтобы это было во имя небеса все то есть как бы это то что говорит рамбам и мишнабра написал щеках раулингов то есть так нужно делать это за правильный обычай то есть не нажираться как свинья а именно выпить больше чем ты привык чуть-чуть и иди спать допустим я в курин всегда после пупулин на этой страпе зайду поспать часок специально для того чтобы выполнить вот так как много не пью поэтому пару бокалов вина вполне закрывает у меня это систему пупулин на трапе кстати даже те которые установили на голову что нужно действительно пить пока не различаешь у нас есть ограничение допустим марша пишет до не включительно то бишь это нужно не дойти до этой стадии то есть до этой статьи раньше нужно остановиться так выходит марша и школе ход пули вообще говорит что было есть такая вот целая песня такая которая была бруб марду хай ару разеры то есть ару роман бруха из терра развера что там пучат целый список вот когда человек в этом пизмоне начинает путаться уже все причем скажу когда я видел этот пизмон то есть эту песню то есть да вот песня начинаешь путаться не выпив ничего поэтому там очень быстро снова рамбом говорит пока не заснет кстати мэри пишет что когда человек не может вычислить дематрию в голове барух мурдекай рургаман все приехал вот и так далее короче мы видим что куда бы мы не смотрели нет обязанности пить до сменящего мизга и доработы и так далее никто этого не разрешает никто даже те которые говорят что должен напиться не пишет так нужно себя вести более того многие говорят что вообще запреты проблемы и так далее поэтому самое думаю нормальное явление пить чуть больше чем привык чтобы быть так на веселее и потом пойти спать все это самое правильное окей теперь и разобрались мы делу уже забрали спиром разобрались идем к следующему шлоф ману подарки бедно у нас говорит мара битани рабьёссе 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 в мишнох манод ишли ревуштэй манод ишиха то есть есть мы два подарка то есть два два вида подарка одному человеку это минимум программа минимум то есть человека сделает выполнять заповедь одному одному человеку дает два вида подарки что в этих подарках должно быть кстати понятно что рамбан написала поля мордега рейзен шбах то есть да тут больше всего то есть чем больше ты посылаешь тем лучше почему понятно почему потому что аман сказал есть один народ который раздроблен и так далее когда мы посылаем показываем что дружественны что мы друг другом и так далее теперь есть спор по поводу зачем то есть зачем присылаются эти подарки турмата дэшин говорит что смысл в этом позаботиться чтобы у каждого еврея была трапеза таким образом если это смысл то тогда нужно послать именно снедобные вещи с другой стороны макнот леви макнот леви макнот леви это раби шлому эль кабац тот кто написал лиха дуде один из аллахтических авторитета ему куболим цфате и раби шлому эль кабац пишет мне важность здесь именно проявление дружеских отношений и так далее порадовать то есть человек таким образом я могу ему принести что то что не является едой но его очень обрадует и увеличит скажем так радость и дружбу между нами вот какова аллаха рама пишет рама пишет что человек который послал подарок а второе то есть вторая сторона не хочется не хочешь принимать или наоборот прощает то человек исполнил заповедь из этого уходит что рама считает как макнот леви как раби шлому эль кабац почему потому что еда не дошла то есть трапезу он не сделал с твоей еды то есть как бы не было потенциальной трапезы никак но свое скажем так хорошее расположение ты выразил достаточно мишна бурра приводит менее хатам суфера приходаж и других что мы не знаем какое точное правильное решение поэтому должны устражать в две стороны то есть мы должны позаботиться чтобы именение трума тадешин исполняла что это должна быть как бы еда и в курим и так далее и такой стороны чтобы это увеличивало скажем так дружбу и радость между не время из этого выходит несколько важных аспектов связанных с мишло хмано тости подарки во первых послать подарок с едой безымянны патрума тадешин заповеди исполнилось по макнот леви никакой заповеди вы не исполнили если вы послали безымян почему потому что еда то дошла но от кого-то пришло то есть увеличить то есть дружбу и единство не пришло потому что неизвестно с кем теперь поставить допустим мишло хманот перед дверью человека так что ты знаешь что в курим это не возьмёт патрума тадешин точно никакого заповеди не было исполнено по макнот леви под вопросом но если он придет в курим и возьмёт и он знает от кого это то есть будет написано то все исполнилось теперь иногда ты хотел привести кому-то мишло хманот нету дома самого твоего скажем так человек которому ты хочешь передать ты можешь передать домочадцам но сказать или позвонить ему сказать что тебе мишло хманот дал потому что патрума тадешин ты исполнил заповедь но под макнот леви рабич ламон эркабац нет кроме если ты правда не сказать то есть попросишь сказать чтобы сказали его домочадцы что это от тебя или ты написал что от тебя или ты позвонишь сообщишь ему об этом теперь по поводу послать не еду то есть что-то что не является едой если по мнению трума тадешин вы заповеди исполняете по мнению макнот леви что если это что-то что радует твоего ближнего конечно заповеди исполняется допустим если человеку пошлю не знаю мерседес в подарок вместо булочки с полой по ядовому обрадовать но с точки зрения трума тадешин заповеди по мнению маша рабич ламон эркабац ты выполнил выпал по виду рад поэтому если ты положил два вида еды два вида еды на вида еды это может быть даже два вида выпечки это может быть два разных вида питья то есть не если какие-то придумали заморочки что должно быть разное благословение нет такого нет такой обязанности главное что это не один и тот же если положите два узангамана это не два вида еды правда самый шикарный подарок который получил ката мишлохманот был просто шикарный нам пришли друзья он принес как мишлохманот кастрюльку с мясом и бутылку вина вот это самый настоящий мишло самое такое значит правильный окей в любом случае если вы посылаете два у вас вида уже чего-то еды есть и вы докладываете еще кое-то там не знаю презент несъедобный то это бассейдер гамор выходите по всем заповеди есть еще но в принципе должен запомнить вам должно быть это должно до человека вдойти в курин это должно быть съедобно и это должно быть понятно от кого все это самая главная вещь теперь следующая вещь которая сама одна из самых важных заповедей больше чем мишлохманот это маконот ливью ним подарки бедных кстати нужно стоит знать что рамбом написал что в подарки бедных нужно вкладываться больше чем мишлохманот и это кстати одна из вещей которые меня поражают люди идут покупают мишлохманот за бешеные деньги надо за сотни шекелей такие корзины шикарные и так далее но когда они идут делать маконот ливью ним они спрашивают сколько минимум надо отдавать и дают этот минимум где логика рамбом пишет что нужно больше вкладывать денег мишло в маконот ливью ним подарки бедные чем мишлохманот гамора говорит о маконот ливью ним штеймано то есть два подарка двум людям гамора объясняет это ставит на устанавливать на глуху так и устанавливать на глуху шурхану теперь сколько нужно дать бедному мишна буро может дать еду бедному или деньги теперь если он дает деньгами сколько это он приводит ритва что ритва говорит что достаточно два две пруты то есть две на минимальных то есть монеты то есть две минимальных номиналов это около 10 огород сегодня по-настоящему то есть по идее этого достаточно для того чтобы исполнить заповеди правда с шарой чувак пишет очень скажем так что-то там быть не может неправильно почему нужно дать то что называется кидэйматана меуля нужно дать подарок который является от него польза может быть в принципе чтобы человек бедняк мог себе купить минимальную трапезу иначе что ты сделал и он приводит сам то есть лучше увели больше вкладываться в подарки бедным чем вкладываться в трапезу и в подарк то есть это близким то есть нет больше радости чем радовать сердце бедняков сирот вдов и гера обычно тоже ничего нет он похож на шпину и тогда окей то есть получается изменения шара и чувак руты недостаточно нужно дать и бедняку так чтобы он смог делать трапезу как минимум чем больше тем лучше есть аллахистские авторитеты которые таки да поддержали шары чувак бенеш хай хамбран сефарда но неважно в этом случае ашкеназов тоже можно подключить которые сказали что нужно давать серьезно что такое серьезно нужно дать как минимум подарок которые можно сделать скажем так они приводят интерес приводит что нужно дать чтобы не было вино и хлеб как бы минимум для трапезы вот такие вот суммы я не знаю сделать дать ему денег одному каждому одному бедному каждому из бедных нужно столько же дать ему не знаю чтобы он мог купить себе шварму там не знаю в пите баночку кола уже к этот раз что-нибудь в этом роде правда цицелезер говорит что человек которому тяжело экономически это то им коль а кого лишь а ритва никуда не ушел то есть может дать две пруты то есть да то есть человек который беден у которого нет возможности дать саму столько по подарки то есть бедным то он может дать поменим сколько может главное чтобы это дошло кстати подарки даются так чтобы они пришли в этот же день причем подарки они раньше мишлофману подарки бедным дают а-ля бокер с утра то есть обычно сразу после молитвы принципе можно начать давать начиная с 11 можно давать уже с 11 а дар если невозможно окей то есть на это есть потом нужно просить чтобы это давалось тот же день но из-за дара то есть другая проблема уже можно с сегодняшнего дня уже можно вот но лучше самое лучше в самом деле есть некоторые которые делают так они делают два больших подарков бедно то есть вот заранее дают что в тот же день далее и на всякий случай держи мелкие деньги когда кто-то приходит и дают потихонечку еще и еще и еще до стечения кстати кому даю у нас русалимский талмуд говорит когда приходят пурим поля пошит ядно к ним на каждой протягивающую руку дают так отказанность это пурим вообще аллаха требует испроверять бедника на бедноту но пурим так вот дел из опыта сразу он говорю здесь куча 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 обманщиков и людей которых у них денег больше у вас и стоит быть очень аккуратными то есть да есть те которые вообще приходят по несколько раз делая вид то есть скажем так надеясь на то что не обратят внимание что не уже по разгу по этой причине снова лучше позаботиться заранее так далее дать кем-то следать верные руки то есть те которые дают здесь настоящим беднякам а для вот таких вот там положить не знаю там 30 шекелей по шекелю и вот те шекели делятся вот и с этим разобраться окей кстати аллаха говорит что нельзя давать до пурим а магина в рамках нельзя давать до пурима почему потому что есть опасность что они это съедят до пурим бедняки поэтому нужно давать пурим правда бюро аллаха говорит что на на гаула влетит кодем пурим то есть то есть обычай давать заранее главное что передали в пурим в девле я цивом приводит что можно садинство адара давать начинать давать то есть когда уже почему садинство адара садинство адара самое раннее время когда пагмаре по мишне как описывается можно было уже читать мигелу вот поэтому бедняки у них они смотрят то есть на выдавание подарков на когда читают мигелу значит будут подарки думать и они выходят в любом случае в наше время так не читает лучше всего это пурим и мишна брат пишет в беденатей у него гимлет нобы шахарит подым креата мигела то есть обычай давать подарки бедным еще до чтения мигелы утром обычно никто не просыпается все глаза продирает учитать мигелу на молитву утреннюю поэтому никого не встречает но в принципе сразу выходя уже начинают раздавать не зря бедняки уже подходить к концу молитвы просить вот есть еще один вопрос по поводу бодака бедный человек находится в курим месте ну нет у него бедность ну не кому давать что ему делать в этом случае пишет так в принципе он может задержать деньги у себя если у него нет вообще бедняков и дать их потом после курима когда сможет когда захочет поездат если встретить и задавать эти деньги то смотрите мы попытались быстро обхватить все законы курима и предпурима глобальная понятно что и там и там еще осталось много 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 что обсудить и много нюансов есть но глобальные вещи мы выучили так что куриму я думаю мы готовы в этом аспекте снова повторю жду вас у нас на курим в петрахтикве будет весело надеюсь что все будут здоровы все будет хорошо у нас будет и чтение медвилы а потом у нас будет праздничный концерт чем на концерте будут и дети выступать тоже не только певец взрослые известные так что будет хорошо на этом я заканчиваю урок всех нас слушать записи я запись подключаю всего хорошего курим сам и ах всем чудес радости